Мы продолжаем подводить итоги двух дней про движение 15-20. Поговорим с Алексеем Лапиковым. Здравствуйте, спасибо, что нашли время. Алексей, скажите, с какой темой вы выступали и как вы считаете на сегодняшний день, почему она актуальна и для кого, в первую очередь? Добрый день. Выступал с темой перспективы использования водорода на железнодорожном транспорте. Тема очень актуальна. На мой взгляд, она актуальна и для перевозчиков, и для владельцев инфраструктуры, и для всех машиностроительных предприятий. Актуальна, потому что технология есть. Это альтернативная технология текущим типам топлива. Она уже сейчас позволяет снизить значительно кратно выбросы вредных веществ в атмосферу. И она, самое главное, на ряде направлений, она уже экономически целесообразна и жизнеспособна. Скажите, вот одно дело выступления в зале, да, другое дело обсуждения в кулуарах. Многие отмечают, что и мысли какие-то новые появились, и проекты успели обсудить. Вот что вам запомнилось? Может быть, поделитесь и впечатлениями, и планами. Вы знаете, что удивило, что на самом деле практически все участники разбираются в технологии, активно интересуются технологией, где-то даже знают больше, чем мы знаем об этом. И, в общем-то, это очень радует. Это говорит о том, что люди активно двигаются в этом направлении, активно интересуются, действительно для себя ставят задачи, цели, к которым идут. Спасибо вам огромное за обратную связь, и хотелось бы увидеться через год. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.